Номер 56. Евгений Риатраумов. Студент в Санкт-Петербург, Россия. На ночь настраивал себя на выход из тела. Перед сном 15-20 минут просидел в позе по-турецки, с соединенными пальцами, а именно большого и указательного на руках. Потом лег на спину и начал пристально, а потом плавно, как будто с безразличием всматриваться в пространство закрытых глаз. Спустя еще 15-20 минут, хорошо расслабился, перевернулся на живот и вскоре заснул. Внезапно осознал себя лежащим на кровати, и ко мне вернулась мысль о выходе из тела. Открыв глаза, оказался в своей квартире. Только не в своей комнате, а в соседней. В ней никого больше не было. Затем я встал, подошел к двери, которая ведет к выходу из комнаты, и сделал тест на реальность. Решил рукой проткнуть дверь, при этом палец прошел насквозь. Курьез, в первый раз моего не совсем уклюжего прикосновения к двери, моя рука, как горох от стенки, отскочила от двери, не пройдя сквозь нее. Это меня удивило, но тут я уже аккуратнее выполнил свой тест, и все получилось. Вышел из комнаты и стал внимательно вглядываться в детали окружающего меня пространства. Все мне показалось очень точным, как в реале. Все было на своих местах. Тогда я решил сходить на два этажа ниже моей квартиры к знакомому для того, чтобы сверить реальность обстановки у него дома. Так как в этот момент я находился у себя в прихожей и разглядывал объекты, то сразу повернулся к двери из квартиры и услышал доносящиеся звуки, которые шли с лестничной площадки. Кто-то там шел. Я посмотрел через глазок и понял, что идет домой брат с женой. Мне не захотелось в тонком мире с ними встречаться, и я спешно пошел в свою комнату. Тут я испугался, что мое физическое тело лежит не в моей комнате, а в той, где я встал с кровати, то есть в соседней. Я поспешил проснуться, чтобы пройти в свою комнату. Но перед этим решил оценить точность расположения объекта в моей комнате. Посмотрел на стол, вроде все реально. Включил компьютер, Windows загрузился буквально за пару секунд. Посмотрел немного всплывающие программы, ICQ и так далее. Понял, что надо поторапливаться просыпаться, чтобы перенести свое физическое тело в свою комнату, хотя мое тело и так лежало в моей комнате, просто я это забыл. Это заблуждение взялось из-за того, что я очнулся в тонком мире в своей квартире, но не в своей комнате, а в соседней. Это заставило меня поверить в то, что я и засыпал в другой комнате, а не в своей, поэтому и спешил проснуться, чтобы встать и вернуться в свою комнату, чтобы меня там не видели спящим. На протяжении всего этого опыта у меня было четко, ясное, осознанное состояние. Даже проснуться поначалу казалось не так-то просто, так как неплохо закрепился в этом состоянии. Через 15 минут пришел брат с женой, которых я видел в глазок, когда еще был там. Комментарий Михаила Радуги На первый взгляд прагматичного человека может показаться, что осуществляемые Евгением действия перед ночным сном не имели никакого смысла и эффекта. Действительно, лично мне трудно найти связь между входом в фазу и тем, какие пальцы в какой позе у меня соприкасаются при медитации. Действие ритуала заключалось в другом. Он создал мощное намерение, которое выразилось в спонтанном непрямом входе в фазу. Конечно, есть много способов создания намерения с той же целью, но это личное дело каждого человека. Хотя, тут еще нужно отметить, что практик неумышленно все это делал, очевидно, ожидая совсем иного эффекта сиюминутного. Так или иначе, в какой-то момент Евгений четко понял, что очнулся в фазе. В этот момент ему совсем не следовало открывать глаза. Конечно, сначала надо полностью разделиться, углубиться, и только потом, если оно само не появится, создать зрение. Дальше практик удивился, почему вдруг его рука не прошла сквозь стену с первой попытки. Собственно, она и не должна так легко проходить сквозь твердые препятствия в фазе, особенно в глубокой фазе. По сути, как уже не раз отмечалось в книге, сработал распространенный стереотип, что тело в фазе может проходить сквозь все. Да, но только при глубокой, устойчивой фазе. Несмотря на отсутствие четкого плана, Евгений сразу устремился проверять соотношение пространства с физическим миром. Когда он это делал в своей квартире, он себя еще и удерживал в интересном путешествии. Так он даже намеревался пойти к соседу, чтобы то же самое проверить у него. Это еще одна игра стереотипов. Многие неуклонно думают, что совпадение пространства в фазе однозначно означает, что ты вышел душой из тела или попал в астрал, и пытается это всячески доказать. Я тоже долго так думал и пытался. Однако спустя годы я не думаю, что совпадение обстановки квартиры, в которой ты оказываешься в фазе, значит чего-либо большее, чем то, что ты так подсознательно ожидал. Хотя дело каждого человека, как и что он считает. Тем более я допускаю, что сам могу ошибаться, как я делал это раньше. Однако, когда практик услышал шлаги в коридоре, все его устремления стали выглядеть достаточно парадоксально, как стало потом ясно. Мало ли кого и где можно увидеть в фазе. Да, это можно использовать для получения информации при определенных условиях. Но ведь практик решил, что его родственники и вправду уже идут домой. Почему ринулся в тело? Так как фазе оказался сразу в их комнате, но забыл, что этого не может быть. А они прошли гораздо позже его опыта. 15 минут это тоже не показатель, ведь они могли прийти в любой момент. Возвращаясь в тело, Евгений успел провести еще один непопытный опыт. Включил компьютер. Всплывание различных окон достаточно характерно указывает на то, как точно фаза может выстроить пространство. Кстати, быстрая загрузка Windows, конечно, возможна только в фазе. Боюсь, если бы она моделировала полную реальность, то практик мог так и не дождаться полной загрузки известной операционной системы. Дальше практик отмечает, что вернуться в тело было непросто. А то и понятно, когда ты сам прерываешь фазу, а физиологически она остается вместе с характерным для нее ступором физического мира. Конечно, не стоило умышленно возвращаться в тело и следовало это понять еще в фазе. Кроме того, можно было выйти из тела повторно, и не следовало так поддаваться происходящим в фазе событиям. Однако отдадим должное стремлению практика проводить опыты, что рано или поздно приведет к более совершенным путешествиям внетелесного восприятия. Субтитры создавал DimaTorzok